Аул Наджиго оказался отрезанным от города из-за разрушения дороги. Пока специалисты её восстанавливали, всё необходимое, в том числе медикаменты и продукты питания, можно было доставить только воздухом. Из-за стихии были обрушены 12 опор линии электропередачи, чтобы жители не остались без света. Вертолётом доставили и дизель-генератор. Жизнь в ауле потихоньку восстанавливается. Жители своими силами и с помощью сотрудников Лазаревской администрации приводят в порядок своё жильё и придомовые территории. Накануне к жителям Наджиго удалось приехать и мэру. Дорожники ДРСУ активно работают. Я думаю, что до конца этой следующей недели уже дорога будет восстановлена. А сейчас пока сделана дорога временная, по которой могут ездить ГАЗ-66, УАЗики. То есть сообщения всё-таки есть. Но, естественно, по этой дороге можно будет обеспечивать и продуктами питания. Стихия разрушила и участок на 91-м километре федеральной трассы Джубга-Сочи в посёлке Макапсе. Дорожникам удалось раньше ожидаемого срока восстановить дорожное полотно и в воскресенье было запущено движение по двум полосам. Восстановили разрушенный подход к мосту и в следующем году приступим к строительству нового, поскольку мост по всем своим параметрам требовал реконструкции. В прошлом году мы приступили к проектированию и в ноябре этого года мы должны получить положительное заключение. Мы должны прийти здесь с тем, чтобы в следующем, в 2019 году приступить к его строительству. Новый мост, согласно плану проекта, откроется в 2020 году. Он появится рядом с действующим, который будет использоваться только на период строительства нового. Потопило во время стихии и Аше большое количество осадков, разрушило подпорную стену федеральной трассы и вода потоком хлынула в дома. Несмотря на предупреждения МЧС, один из жителей остался у реки. Когда вода поднялась, спасателям пришлось приложить усилия, чтобы до него добраться. Вот уровень воды, вот так здесь, в ту сторону низменность. Мы на Трехмостовом Урале туда пройти не могли, чтобы спасти человека с кемпинга, который находился на крыше. Нам пришлось накачивать надувную лодку. Течение большое было здесь очень мощное. И людей снимали оттуда с крыши. Вот ни один, слава богу, не пострадал. Ил и нанесенный потоком воды мусор сразу после улучшения погоды убрали волонтеры. Большинство из них – сотрудники администрации. Помогали они расчищать не только дороги, но и дворы, и дома. Приезжала машина, администрация молодцы. Они, конечно, помогли. Ребята все пособирали. Трактор вот приехал, вот здесь чуть почистил. А здесь уже как-то так, своими силами то, что могли. Чистить дворы, убирать воду и мусор в домах пришлось и жителям Хостинского и Адлерского районов. Всего в Сочи от стихии пострадали 1033 человека. Они получат компенсацию. Ситуация осложняется тем, что некоторые жители потопленных домов не являются по факту их собственниками. В поселке Аше, например, есть несколько таких. Прежде дома были ведомственными и относились к РЖД, а потом компания отказалась от них. Однако и в этом случае есть законные пути получить компенсацию, например, через суд. При частичной утрате имущества первой необходимости сумма компенсации составит 50 тысяч на каждого члена семьи. При полной утрате 100 тысяч. Комиссии по определению ущерба продолжают работу. Подворовые обходы полностью завершатся к завтрашнему дню. Татьяна Говоркова, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.